МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так, всем добрый день! Значит, тема задачи коммунистического движения в России, она вроде бы как и не новая, да? Можно сказать, даже много раз проходили. И тем не менее, практически каждый год мы к ней возвращаемся в той или иной постановке. Ну, почему? Прежде всего, потому что мы рассматриваем эту тему в привязке к конкретному моменту и к сегодняшней ситуации. Потому что если рассуждать вообще задачи коммунистического движения, то, значит, я посоветовал, читайте манифест коммунистической партии, ну и дальше теоретически каждый должен выйти на правильное понимание сегодняшних проблем в коммунистическом движении. Поэтому, конечно, мы рассматриваем это дело применительно и во времени, и в пространстве, к нашим, сегодняшним, прежде всего, российским условиям. Поэтому начнем мы с того, что сами себе зададим вопрос, который наши оппоненты часто задают. А вообще, марксизм, он актуален сегодня? Не устарел ли он? Потому что желающих объявить марксизм устаревшим, учением, которое в 19-м, ну, в лучшем случае, в 20-м веке, значит, было популярным и, соответственно, влиятельным, действительным. А сегодня это уже рудимент, пора уже вам забросить. Это даже раздаются прямые советы. Ребята, они сменители вам названия, уже вы себя, так сказать, дискредитировали. Понятно, что это не наши товарищи нам советуют, но иногда под флагом товарищей такие советы можно услышать. Значит, при этом есть множество теорий, я бы даже сказал, идеек всяких, под флагом которых к этому вопросу так или иначе подходят. Одна из наиболее популярных теорий, она, ну, своеобразное развитие еще идей господина Каутского с его теорией ультраимпериализма. Помните, что сегодня уже капитализм, ну, империализм, он не тот капитализм, что был раньше. Это не тот страшный эксплуататорский, давящий и так далее, что сейчас идет процесс интеграции, глобализации, как они идут, а в общественное производство, интеграция в этом самом, и, соответственно, значит, вынуждены, мол, капиталисты разных стран, разных континентов и транснациональных корпораций так или иначе между собой договариваться, они друг с другом переплетаются, а потому противоречия, они переходят уже в другую плоскость, а где-то они изживаются, преодолеваются, и таким образом капитализм чуть ли не перестает быть капитализмом, а, соответственно, устраняются главные его пороки, в том числе тяга к переделу мира, к войнам, кровавым, некрасивым и прочим. Ну, сегодняшняя ситуация, она сама за себя отвечает, вот на этот главный довод. Мы с вами видим, что происходит в Сирии, что происходит на Украине, какую судьбу постигла недавно, значит, участь Ирак, Ливию, Югославию, ну, цепь можно продолжать. Все это зрение, так сказать, империалистической политики, разрешение империалистических противоречий, поэтому мы с вами на вот этот вопрос говорим, да нет, с этой точки зрения не получается, ни сам себя капитализм, так сказать, не вылечил, не исправился, и все те мерзости, гадости, кровавые, так сказать, болезни империализма, которые были описаны, систематизированы Владимиром Ильичом, его гениальной работе, империализм, как высшая стадия, значит, капитализма, мы сегодня наблюдаем. Еще один довод, который тоже можно, значит, нам слышать, и который, ну, как бы, на более низком уровне, так сказать, доморощен, ну, такой частенько встречается, это довод о том, что, слушайте, ну, с развитием научно-технического прогресса, с ростом производительности труда, у капитализма появляется, значит, гораздо больше возможностей для обеспечения общего благосостояния людей, что сейчас мы уже не увидим то, что было в прошлом веке, да, когда дети от голода пухли, когда на всю семью там одни или пара сапог была всего, да, сегодня уже даже у бомжей можно увидеть мобильные телефоны, поэтому совсем другое общество, уже сама структура производства изменилась, сам пролетариат, вот как в том классическом понимании, как класс, он исчезает, нечестно, уже исчезает, уже появилась, так сказать, некая общая общность, такая новая общность производительного народа, и здесь уже, значит, все работают, и все заслуживают, так сказать, пообщения, поэтому в этом плане капитализм двигается, мол, опять же, к изжитию вот тех противоречий, от которых отталкивалась ваша коммунистическая теория и прочие дела. Ну вот, я по примеру своей семьи даже иногда вот так думаю, что с одной стороны, действительно, значит, у меня, у бабки в семье было вместе с ней, значит, 13 детей, отец был слесарем-лекальщиком, значит, на Морозовском пороховом заводе, ну тогда шли Сильбургский пороховой завод, все жили в одной комнате, и, значит, обувки у них было примерно наполовину детей, ну так вот, шо-шо-шо, то есть не у каждого было кожаная обувь, чтобы бегать и прочее. И старший брат, значит, в РСДРП вступил в 14-м году, вот еще идет в 14-м, хотя там отец был против и прочего, и вроде это, так сказать, ситуация, которая, ну, действительно, диктовала, за что люди выходили, боролись и прочее. И если мы вспомним первую программу, значит, РСДРП, там, значит, восьмичасовой рабочий день добивались, значит, ликвидация каталажек, то есть тюрем заводских, декретный отпуска для женщин, которых практически не было. Ну и такие требования были, которые с высоты сегодняшнего дня, да, они, кажется, ну, уже все-все выполнили, уже добились. И вроде, если бы те товарищи глянули бы, значит, на то, как сегодня мы здесь живем, может быть, кто-то и сказал, слушайте, ну, так у вас уже, так сказать, победившая программа, и вы вполне благополучны. Однако, значит, мы, как люди с вами грамотные, понимаем, что ведь речь идет о том, что научно-технический прогресс не остановишь. И речь идет о том, что с ростом производительности труда и научно-технического прогресса, вот плоды этого научно-технического прогресса все так же, а то и в большей степени неравномерно распределяются в обществе. И эта неравномерность, она не по какому-то случайному признаку работает, а именно по имущественному. То есть, идет деление людей на господ, на слуг, и по отношению к собственности идет, соответственно, пропорционально неравномерное и несправедливое распределение того, что создано общим трудом. Поэтому мы говорим, что нет, вот тот тезис манифеста коммунистической партии, который был записан, что коммунисты любой вопрос сводит к рассмотрению вопроса о собственности, независимо от того, какую степень развития он получил. И сегодня статистика показывает расслоение, официальная статистика, она у нас примерно 1,35-40, они официально называются цифры, там, значит, минимум 1 к 50, а то еще и больше. Это так называемый децильный коэффициент, 10 самых богатых процентов, относятся к 10 самых бедных и прочее, прочее. Эта неравномерность, она отражается соответствующим образом и на уровне развития, и на культурном уровне, и на правах, и юридических, и политических, и просто общечеловеческих, и прочее, прочее. Поэтому, значит, с этой точки зрения тоже этот аргумент бьется, и, что самое, наверное, для нас с вами важное, что никакие другие модели, кроме вот нашей коммунистической, не обеспечивают выполнение вот того принципа, который записан, опять же, в нашем букваре, что должно быть обеспечено свободное развитие каждого, которое становится условием свободного развития всех. То есть, вот, мы ведь строим не просто там, или хотим строить проценты, экономику, уровень потребления, мы строим общество, строим отношения между людьми, строим, так сказать, истинно человеческое общество. Поэтому, с этой точки зрения мы тоже твердо и однозначно говорим, нет, значит, марксизм не устарел, и, более того, ни у кого даже вблизи не просматривается каких-то, ну, сколь-нибудь серьезных, научно обоснованных альтернатив этому делу. При этом можно добавить, что, отвечая вот тем оппонентам нашим, что ли, которые любят сводить качество жизни только к уровню потребления, да, что вот, а вот как там в этих самых развитых странах, продвинутых вперед, ну, берется уровень там Швейцарии, США, Швеции, Бельгии или прочим. Так вот, на этот вопрос ответ тоже очень простой, потому что, если взять вот этот уровень потребления, ну, просто механически, и распространить его на все 6,5 миллиардов населения нынешнего земного шара, то очень просто убедиться, что земных ресурсов для обеспечения всех них просто не хватает. Нет, это тупиковый путь, он в никуда. И отсюда появляются уже теории элитарности, золотого миллиарда, там, сегрегации различной и прочее. То есть то, что в конечном итоге рано или поздно приводит к различным модификациям фашистской теории, где господствующее положение занимает уже целые народы или элитные, так сказать, части этих народов, а все остальные, они или обречены на прозябание, в лучшем случае, а в худшем случае на освобождение жизненного пространства. Ребята, подвиньтесь, что, так сказать, есть более достойные претенденты на это место. Поэтому мы говорим, что наша теория, конечно, актуальна. И не только актуальна, она с общей, так сказать, человеческой точки зрения является самой гуманистической, самой понятной и востребованной. И здесь уместно напомнить, чего я вообще люблю делать в последнее время. Вот ту цитату, которой молодой Владимир Ильич, еще ему было 30, считай, лет, значит, высказал такими словами, что пробуждение человека в коняге, то есть в рабочей, так сказать, лошади, это пробуждение, которое имеет такое гигантское, всемирно-историческое значение, что для него законны все жертвы. И вот этому пробуждению Владимир Ильич Ленин посвятил всю свою жизнь, понимаешь, при этом не рассматривал он вот эту задачу пробуждения, как просто обеспечить сытую жизнь этому самому коняге. Не об этом речь шла совсем, так. Речь шла о том, чтобы человеческое в нем пробудить, чтобы развитие свободное человеку обеспечить. Актуальна ли эта мысль на сегодня? Очень актуальна, потому что именно с развитием производительных сил появляются новые нюансы в решении этой задачи. Потому что сегодня уже капиталисты зачастую способны обеспечить, как бы сказать, сытость потребления, ограниченность, но всякого рода досуга, развлечения и прочее. Прочее все это очень часто сводится к тому, что сначала зарабатывает, потом, так сказать, выбрал пепси, развлекается, прошли выходные, оттянулись, потом снова, так сказать, и пошел этот заколдованный круг. Спектр интересов сужается до двух пальцев в волгу, а ему в это время подкидывают. Вот здесь это самое футбол, хоккей, здесь сексизм, здесь, так сказать, еще какие-нибудь направления. Значит, борьба в лучшем случае опять искусственно подкинутая, где за права меньшинств, где, так сказать, за свободу потребления легких наркотиков, где и пошло-поехало. Поэтому вот этот новый момент, который связан с развитием производительных сил и прочее, он тоже говорит о том, что для нас вот это решение этой задачи, значит, на сегодняшний день становится еще более актуальной. Выполнение ее труднее, потому что труднее вести разъяснение, труднее это дело показать, труднее, так сказать, разъяснить, что после того, как у тебя есть крыша над головой, есть машинка какая-то, есть телевизор, видик, компьютер, то все, что ты все одно человек. И ты посмотришь, что все равно у тебя с точки зрения дальнейшего развития, сегодняшнего положения, ситуация, это ущербно. А что дальше будет, что с твоими детьми будет? Вот это все говорит о том, что сложнее, конечно, сложнее работать. Ну и тем более, что это, значит, нас будет с вами подводить к мысли о том, что, значит, больше надо работать мозгами, нам самим в первую очередь. Возвращаясь к тому, что у нас сегодня делается в России, а мы от анализа обстановки должны, значит, отталкиваться и двигаться дальше, мы говорим, что в России вообще-то наблюдается наступление реакции. Этот процесс еще отнюдь не остановился. Он не закончился с тем, что вот преодолены лихие 90-е годы, как многие любят, так сказать, отмечать. А кое-кто приписывает, что мы с приходом к власти Владимира Владимировича, нынешнего президента, даже прервали эту негодную цепь и начинаем двигаться по пути восходящей, да, кверху. Что смотри-ка тут, и промышленность, и уровень потребления, и даже мы вышли по уровню потребления на сытые советские годы, значит, есть такая фраза, которая прозвучала в 2007 году, эту точку, что-то взяли, прочее, прочее. Что на это можно сказать? Что, конечно, это неправда. Во-первых, неправда, потому что даже если вышли по уровню, даже если это так, по уровню потребления на советские, там, 89-90-е годы, то, значит, за это время другие-то вперед ушли. Ведь надо же учитывать ход прогресса, который идет. За эти 20 с лишним лет сколько могли настроить, наворотить, продвинуться вперед, развиваться и прочее во всех этих, это раз. А во-вторых, не эти даже чисто объемные показатели являются характеристикой положения. Если брать относительные показатели, относительные о удельном весе нашей экономики, ну, тогда советской, сегодня российской, в общем мировой, то мы в этой статистике увидим, что раньше занимали секты, там, порядка 12-15% мирового ВВП, сегодня, там, два с половиной тысячи годов. По уровню объема наукоемкой продукции скатились до жалких десятых, там, долей процента. И по уровню образования, и по культуре, и я уже не говорю про социальные болезни, если их начинают считать, по количеству самоубийств, там, на тысячу населения. То есть, Россия находится на пути, с одной стороны, деградации, а с другой стороны, наступления реакции, реакции политической, потому что при этом права и по свободе, и в общедемократические, и политические, они зажимаются, гайки закручиваются. Мы это проходили на других лекциях, и знаем это, так сказать, по и выборной системе, и трудовому законодательству, как теперь организуют, там, забастовку и листочку на предприятии, и прочее, и прочее. И вот, в условиях наступающей реакции Владимир Ильич Ленин нам советовал, тогда для революционных социал-демократов, а теперь мы это к себе с вами относим, что задачей партии в условиях наступления реакции является сохранение ее ортодоксального, то есть революционного характера, того характера, которое настигало в годы максимального подъема революционного движения. Вот это задача сохранения ортодоксального характера партии. И в этом плане хочу рассказать, может быть, кто-то уже от меня слышал, один, ну, довольно забавный случай, который произошел, наверное, году в 1999, в 1999, может быть, восьмом, значит, на пленуме СКП, КПСС, тогда этой системой команды Лошинин, Олег Семенович, мы в нее входили, входили вместе с КПРФ, с КПУ, с другими партиями республик, и вот как-то на таком пленуме произошла стычка, ну, и идейно-теоретическая между нами и КПРФ, когда мы в очередной раз, так сказать, высказали свои сомнения по поводу их теорий о исчерпанности лимитной революции, принятие парламентаризма, знамена власти и так далее. И тогда встал такой этот самый, тогда еще более молодой, энергичный Петр Николаевич Симоненко и выдал гениальную фразу. В конце концов, товарищи, мы должны защитить марксизм от ортодоксов. Вот, значит, это характеризует уровень, ну, подготовки, что ли, уровень мышления, теоретического мышления, может быть, внутренне, так сказать, честных людей, которые взялись за организацию коммунистического движения, в данном случае в России и на Украине. И я думаю, что вот те ошибки, которые были совершены Компартией Украины в ее тактике, в заигрывании с партией власти, с компромиссами, с отворачиванием головы, так сказать, от рабочего движения, они дошли до того, что даже отзывали членов КПУ из Всеукраинского союза рабочих, так далее. Вот они привели, в том числе, значит, трудящихся Украины, идейно, организационно, безоруженными к этим событиям, к разголу фашизма, бендерусы и прочее, прочее. Поэтому вот эта задача, сохранение ортодоксальности, учения, ортодоксальности, марксизма и низма, она для нас сегодня стоит. И мы ее, вот рассматривая на съезде Российской коммунистической рабочей партии, на 10-м съезде, сформулировали так, что сегодня оппортунизм и ревизионизм, они из, как бы, естественных, все всегда наблюдаемых уклонов в коммунистическом движении, превратились в управляемое оружие, о буржуазии сегодня. И поэтому задача РКРП и ее ближайших союзников сохранение марксистско-ленинской составляющей теории и политической практики для современной России и для будущей борьбы в России. и здесь. Значит, сегодня эта задача, она с одной стороны сохраняется и поставлена еще, ну, как бы сказать, теорией Владимира Романовича, как мы называем, с другой стороны, она, значит, труднее к исполнению во многом. Почему? Потому что, опять же, развитие науки и техники дали в руки буржуазии достаточно новых рычагов обработки общественного мнения, формирования общественного сознания, оболванивания людей, в конце концов, если так грубо говорить. Появились новые технологии, в том числе технологии, значит, с учетом различных психологических эффектов. И это тоже не является новостью. Значит, мы помним, что Карл Маркс, значит, и Энгельс предсказывали и говорили, что, значит, вот процессы обработки природы людьми, они со временем все больше, значит, уступают место процессам обработки людей людьми. Вот о чем идет, так сказать, речь, и как это дело двигается. Значит, я думаю, что можно привести несколько примеров в сегодняшней жизни. Значит, как действует вот это оружие в руках буржуазии, ревизионизм и оппортунизм, и, значит, как они, ну, что ли, это дело проводят в жизнь, не запрещая, как бы, коммунизм, не запрещая свое название, как в некоторых странах, а несколько отодвигая, так сказать, нас в сторону и осуществляя передергивание карт, значит, подменяя понятия, подменяя, так сказать, ценности и прочее, всякие дела. Значит, ну, один из самых таких, мне кажется, ярких примеров, и которые все вообще должны знать и прочее, является высказывание нашего президента. Вот на 1999 году вот вышла вот эта книга, называется «От первого лица разговора с Владимиром Путиным». Здесь интервью. «А» с Владимиром Путиным, «Б» с лицами, которые близко к нему расположены, которые рядом стоят, знают и прочее, прочее. И вот речь идет о, значит, коммунистической партии. Глава называется «Партия с тараканами». Владимиру Путину задают вопрос, как вы думаете, Владимир Владимирович, значит, имеет ли перспективы коммунистическая партия в нашей, так сказать, действительности и в России в частности. На что Путин отвечает, так, что у них есть все шансы стать современной парламентской партией в европейском смысле этого слова. Путин говорит. Если они избавятся от своих идеологических тараканов. Его спрашивает корреспондент, вы о чем имеете в виду, какие идеологические тараканы? Андиологические тараканы это вот мысли о приватизации, диктатуре не приватизации, национализации вместо приватизации, диктатуре пролетариата, социалистической революции, ну и все, что из-за этого следует. Недаром у Путина главный лозунг, который всех их обвиняет, это пересмотр приватизации и будет. Корреспондент довольно затошный был и говорит, слушай, а как вы думаете, сами руководители понимают КПРФ это дело или нет? На что Путин отвечает, что как вам не покажется странным, руководители это понимают. Не понимают. Но они вынуждены считаться с ситуацией и не могут сразу измениться, потому что боятся, что их электорат это воспримет как предательство. А ведь тут достаточно важно не упустить момент и действовать тонко. Вот о чем идет речь. И еще раз, как он говорит, что они либо изменят свои установки программные, тогда они станут крупной левой партией, повторяю, европейского типа. Поэтому значит можно сказать, что по большому счету сегодня товарищи из КПРФ главец Геннадий Андреевич выполняют установку Владимир Владимирович и двигаются именно в этом направлении. Кстати, в этой книжке есть и другая интересная глава, которая называется значит флагшток был срезан автогеном, где описывается, как вступили в борьбу с нами на площадях дома политпросвещения, когда был поднят красный флаг на высоте 15 метров на мачке, на которую залезал наш товарищ Слюсы. Значит, вот эти фотографии здесь исторические есть в этой книжке, я пока могу пустить по рядам, книжка должна вернуться сюда, и то, и другое можно посмотреть. Фотографии в электронном виде есть, мы их пришлем если чего, или сделаем, если не хватает. Поэтому несколько примеров мы договорились, что сейчас еще других посмотрим, вот как действует оружие, управляемое оружие оппортунизма и ревизионизма на примерах, вот, например, зарубежных партий, значит, явление не только наше общее, значит, есть партии, в том числе славные партии, скажем, компартия Франции, которые отказались от таких символов, как серп и молот, и говорят, что они устарели. Значит, практически все европейские партии, особенно те, которые входят в так называемые европейские левые, а сохранили название коммунистические, они отказались от тезиса диктатуры пролетариата, от главного, что есть марксизм, поэтому многие ушли еще дальше, те же партии, компартии, которые входят в евролевую группу, а к ним относятся компартия Франции, Испании, Италии, Единая Социалистическая партия Германии, Молдовы, наших друзей и так далее, они выдвинули, поддерживают тезис о том, что Сталинизм равен фашизму практически. И все это делается под маркой, под флагом красным, под вывеской коммунисты идут. ну, так сказать, все-таки лучше на своих примерах смотреть, потому что зарубежные там вроде далеко и прочее, у них у многих как в Соединенных Штатах под коммунизм осталась только коммунистическая традиция, как они говорят, вот в этом плане. А у нас есть наши отечественные, родные, доморощенные, которые то и дело нас с вами вместе на демонстрациях дергают за рукав и говорят, ребят, вы что, у вас красный флаг, у нас красный фраг, вы за социализм, мы за социализм, у вас портрет Ленина, и у нас тоже портрет, они даже со Сталином теперь ходят уже, причем плотнее, чаще и больше портрета, чем у самых ортодоксальных коммунистов здесь есть. Так вот, в чем же здесь надо посмотреть разница и как они действуют. Ну, мы уже сказали, что по большому счету они выполняют значит, пожелания Владимира Владимировича в своей программе, но это видно и на всех, так сказать, программных установках, например, после того, как у них был исчерпан лимит на революции, дальше значит, в разные постановки они признают парламентаризм за народовластие, они исповедуют концепцию рыночного социализма, который идет. Значит, они главным путем борьбы значит, выдвигают тезис борьбы за правительство народного доверия образца Примакова-Маслякова для того, чтобы их дать. В конечном итоге они по большинству позиций, вот, например, в сей момент приходят по поддержке Путина. Причем поддержки не только во внешнеполитическом курсе, что, так сказать, отдельно можно разобрать и где есть там и, может быть, положительные моменты, а ну и во внутриполитическом. Только лукаво вводя известную такую дилемму, что Путин-то мыслит правильно, Путин-то он смотрит на поддержку отечественного производства и экономики и прочее, а вот либеральное окружение, а вот правительство, вот ему не дают. Поэтому давайте-ка мы поможем сместить правительство. дало и правительство Медведево. Однако, ну, большинству людей, конечно, не свойственна аналитика и память довольно короткая, но если перечислить, сколько у нас было этих правительств и премьеров, так сказать, начиная Силаев, Гайдар, Черномердин, Кириенко, значит, Примаков, Степашин, Путин, ну, в общем, полтора десятка заканчивая тем, тех, кого назначали и с кем работал тот же Путин, уже Касьянов, к примеру, и так далее. То понятно, что дело не в правительстве. Более того, значит, происходит процесс своеобразного вписывания, вот, вписывания тех, кто называет себя коммунистами в систему действующей власти. Поэтому вписывание не то, чтобы напрямую, так сказать, а мы поддерживаем, а вписывание в виде такого элемента, который называется оппозиционным, выполняет ряд оппозиционных функций, но при этом придающий систему стабильность системе и так далее. Значит, ну, например, сейчас КПРФ очень радуется, что выдвинули и победили, так сказать, депутат их, Левченко в Иркутской области, губернатором стал, так, причем во второй туре, причем вроде бы незапланированная победа. Ура, так сказать, раздаются лозунги, что это же, смотрите, это, возможно, значит, смена власти и победа, так сказать, на этом деле. Однако, не потому, что мы против Левченко выступаем и ехаем, а потому, что надо смотреть на все это дело с научной точки зрения и понимать, к чему это дело идет. Во-первых, значит, потому, что для власти тоже есть определенная выгода, что он пришел туда, потому, что только-только выступали демократы, что никакой смены власти нет, ничего, все зажато, а тут, смотрите, демократия победа. А с другой стороны, ну и что это победа? У нас уже были красные губернаторы Ткаченко, Михайлов, Ходорев, Тулеев, и можно перечислять, и что? И что? Более того, сейчас есть красный губернатор в Орле, Вадим Потомский, наш воспитанник из Ленинградской области, Потомский, это тот самый Потомский, который, вот тогда я его еще отслеживал, который на одной из телепередач заявил, вы нас не представляете тут такими этими ретроградами, консерваторами, мы не за социализм, который там с кровавыми преступлениями тоталитарный был. Вот я недавно был в Америке, вот мы за такой социализм, как там, развитый, с уровнем потребления и прочее, сегодня Потомский губернатором, причем губернатором, который был поддержан Единой Россией и выдвинут. О, партия Единая Россия поддержала губернатора Потопского, и что мы имеем? Имеем очень интересные дела, вот сам Борисович сейчас, как зам главного редактора, значит, будет работать над материалом, приходит к нам письма из Орловской области, пишут коммунисты КПР, помогите в нашей борьбе, значит, нужно добиться смещения вице-губернатора некто Суханов, вице-губернатор, он руководитель правительства аппарата, оказывается, он такой мерзавец, такой подлец, и он осуществляет гонение в ру, не Суханов, это он осуществляет гонение на Суханова, а фамилия этого видеогубернатора Соколов, оказывается, гонение он на Суханова осуществляет за то, что этот Суханов член КПРФ, значит, добыл видеоматериалы об аморальном поведении этого самого вице-губернатора в бане, в компании, так сказать, симпатичной женщины, которая очень похожа на председателя избирательной комиссии области. Товарищи, помогите, коммунисты. Наверное, мы что-то опубликуем с картинками здесь, вот, Медведев, понимаешь, с этой самой, не Медведев, а Медведев в бане и прочее. Но сам факт, вы подумайте, спрашивайте, а кто там губернатор-то? Член КПРФ или как? Вы куда обращаетесь? Вы о чем, ребята, вы себя на смех выставляете? Или как вот, значит, в этой ситуации? Еще и искра. Ну ладно, это в конце концов, может быть, не совсем наше там это партийное дело тут, разбираться еще с женскими вопросами. Кризис на дворе. Растут цифры по невыплате зарплаты. Самый большой показатель невыплаты зарплаты, который увеличился за год в 51,7 раза в Орловской губернии. Вот как. А в целом по стране вот сколько там в полтора, да, Светлана Сергеевич? Примерно. В Ленинграде в 2,5, в Ленинградской области мы смотрели 2,5, а в Орловской в 51,7 раза. Что лучше агитирует? За кого? В какую сторону? Значит, немножко теории добавим опять на, так сказать, практическом вопросе в этом деле. Но вернемся к Левченко. В КПР главный политический технолог сегодня некто Обухов или Обухов, значит, доктор политических наук, депутат Государственной Думы, все такие дела на основе того, что они одержали замечательную победу в Иркутске, а до этого они одержали победу в Новосибирске, там губернатором Локоть, член КПР, депутат Госдумы, а второе место они заняли в Омске и так далее. Значит, окрыленные успехом, может быть, испытывая даже некоторые элементы головокружения от этих самых успехов, они выдвинули уже концепцию, послушайте, по сообщению РИО Новый день отметили, выдвинута Сергеем Обуховым, секретарем ЦК КПРФ, концепцию двухпартийной системы, что эта концепция в России давно отрабатывалась еще со времен Михаила Сергеевича, когда вычленялась социал-демократическая партия из КПСС, однако, позже эта идея не была реализована, потом, вспомните Борис Ельцина на выборах, левая нога Рыбкин, правая нога Наш Дом Россия, потом были другие идеи, Единая Россия, Справедливая Россия, напомнил Обухов, Но все это возможно только тогда, когда будет смена политической элит, смена власти и оппозиции. То есть КПРФ претендует на смену лиц, смену оппозиции одни на другие. Возможно ли это? Возможно. Только это возможно, когда эта смена происходит без смены общественной экономической формации. то есть они себя в общем к этому самому делу теоретически, программно уже подготовили и теперь ну вот немножко перефразирую этого персонажа, который на сцене юмориста помнит возьмите меня, ну возьмите меня, ну и берут. Вы посмотрите выборы в Московскую городскую думу. пять по округам, прошло пять депутатов от КПРФ, из них четыре, четыре, без всякого противостояния со стороны Единой России, без всякого. По тому округу, где шел внук Геннадий Андреевич, там даже специально сняли, два кандидата снялись от Единой России, пожалуйста, возьмите меня, пожалуйста, берем, будете себя хорошо вести, вот, вот, то, что двигается и что мы наблюдаем в действительности. Еще очень важный момент, который мы как профессионалы должны с вами знать, это оружие со стороны буржуазии против нас же, значит, по управлению вот этими методами парламентской борьбы, да, значит, мы здесь не раз разбирали на лекциях, значит, что буржуазная демократия есть очень удобный, может быть, самый удобный способ реализации диктатуры буржуазии, потому что это наиболее устойчивый способ, потому что люди при этом способе думают, что они чего-то выбирают, и что они сами определяют, как дальше развиваться, а на деле это все вливается в то, что они сами определяют, кто следующий срок будет эту диктатуру персонифицировать и управлять в этом деле. Но все-таки значит, этот процесс носит какие-то элементы субъективного влияния, то есть партии, движения, оппозиции и прочее могут сюда как-то вмешиваться для того, чтобы этого не происходило с одной стороны, разного рода идет ужесточение законодательств, мы это почувствовали на собственной шкуре, потому что Родфронт регистрировался с седьмого захода в это дело, и дальше нас, так сказать, попридержали, а сейчас можно видеть это дело на результатах вот тех выборов, которые прошли. Правила подстроены таким образом, меняются так, что для того, чтобы ими пользоваться, надо иметь ресурсы, деньги, юристов, специалистов, зеленый свет и прочее. Для интереса есть такие единицы, которые с точки зрения нас, как политтехнологов, носят сугубо технологический характер, например, КПСС, Коммунистическая партия социальной справедливости. Кто-нибудь ее видел вблизи? Нет. Хотя ее возглавляет там Брежнев, Брежнев, внук Брежнева. Аналогичную роль выполняют так называемые коммунисты России с небезызвестным в нашем регионе Маленковичем, ну такой интересный чудак, который по телевизору то встречи с инопланетянами там организуют, коммунистами, то еще да. При этом посмотрите, значит, на этих выборах, я прямо скажу, мы пытались выдвинуть списки, зарегистрировать и поработать в регионах, но не вытянули, не вытянули в Челябинске, не вытянули в Калуге, но у нас все-таки есть структуры, как уродфронты и прочее. А здесь коммунисты России сумели выдвинуть 58 списков разных уровней, в 30 регионах, КПСС, сумели 12 списков выдвинуть, КПСС, они получили, коммунисты России, 10 новых региональных квалификаций, плюс к предыдущим у них еще было 9, насколько я помню. Что такое региональные квалификации? Это значит, на следующих выборах в этих регионах они не будут собирать подписи. Мы, Родфронт, не основная эта деятельность, сумели три списка зарегистрировать на этих выборах, три, три, едва прошли городской совет по Дагестану и одну квалификацию получили, вот этого, значит, возможность в следующий раз участвовать в выборах, они, кстати, будут в 16-м году в Дагестане без сбора подписей. А вот эти технологические единицы, они имеют квалификацию на Государственную Думу подписи, не собирать сейчас. В чем их технологическая функция, это вообще спрашивается? Нет две задачи. Первое, это они являются таким управляющим элементом, который позволяет с весов КПРФ убирать 3-4-5 процентов, вполне дробить. То есть, делают более управляемый КПРФ, который и так, в общем-то, послушный и прочее. Но главная их функция это в том, чтобы преграждать дорогу вот таким, которые возникают ортодоксальные, там, непримиримые, еще чего-то. И это тоже не новость в теории, потому что в работе о крахе второго интернационала Владимир Ильич отличал, что эти правые партии, они сдвинулись здорово вправо, но они никогда не сдвинутся до конца. Никогда не уйдут с этого места, потому что в этом случае на этом месте могут возникнуть действительно революционные, действительно опасные, действительно те, которые вот это двигаются. Вот это та картинка, которая, так сказать, говорит о том, что задача сохранения марксистско-ленинской составляющей, автодоксальной составляющей, она очень актуальна, и то, чем мы занимаемся здесь на лекциях, в Красном университете, в кружке по изучению Гегеля и всех этих дел, в виде лекциях, которые висят, это как раз та работа, которая не пропадет даром, которая выполняется и должна выполняться. Ну, чтобы закончить все-таки нашу тему и подходить к тому, чтобы, так сказать, вопросы задавать, закономерно сказать, ну это мы все понимаем, а что дальше, что делать-то, в чем главная задача? А главная задача, она тоже прописана в букваре, с которого мы с вами начали, эта задача звучит превращение пролетариата в класс, в класс для себя. Без этого у нас, как бы сказать, перспективы нет, потому что на всех других направлениях есть кому заниматься, и на парламентском, и, так сказать, на протестно-уличном и прочее, хотя это не значит, что мы это бросаем, но, а для того, чтобы этим направлением заниматься, нужно, ну, сливаться со своим классом, сливаться с его повседневной жизнью, сливаться, прежде всего, с той жизнью, которая проходит по главному фронту, который вот никогда эти противоречия не снимутся. Могут быть сняты противоречия на какой-то момент и смягчены в области образования, медицины, общегражданских, противоречия между трудом и капиталом, то противоречия, которое, прежде всего, проявляется в системе общественного производства, оно всегда на месте, это борьба вечна, поэтому, прежде всего, здесь мы должны включаться, помогать организоваться в этой борьбе, вносить сюда элемент понимания, научного понимания и политического сознания, и на это дело работают, значит, те наши системы, профсоюзы, защита, МПРА, докеров, мы с ними, работают те семинары, которые наши товарищи проводят, РКР, Нижнем Новгороде, в том числе, сегодня они туда вот были, и там будут проводить, так, значится, значит ли это, что мы уступаем поляну и берем все, вот то, что касается публичной политики, парламентский фонд борьбы, выборов, так называем, оставляем на откуп Геннадия Андреевича и, значит, Маленковича с компанией, нет, конечно, не значит, не пускает нас туда, да, не пускает, а что, кто-то надеялся, что пустят, так сказать, пожалуйста, нет, нет, значит, надо пробиваться, есть ли возможности, опыт, который на выборах, говоришь, очень тяжело, но если вообще работать, то и здесь можно выжимать, так сказать, из этого камня песок, в Махачкале наши два списка допущены до прохождения распределения мест, значит, будут в следующем госсовет избираться без сбора подписей, значит, в Тюмени несколько человек по округам провели на этих выборах, в других местах есть успех, для того, чтобы эту форму использовать, создали и организовали блок, который называется Ротфронт, значит, с юридической точки зрения это политическая партия, с точки зрения нашей, коммунистической, это блок, это не партия, это широкая, так сказать, организация для определенных форм борьбы, и мы прежде всего сюда зовем рабочие организации, активистов, политические силы, в том числе недавно обратились еще раз, уж не первые, к ОКП, Объединенной коммунистической партии, которые, если понимает, давайте, говорим, товарищи, и вот в шестнадцатом году, вот у нас в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, где предстоят тоже выборы, в ЗАГС городской, можно ли нам выйти на эти выборы, ну, хотелось бы в трибуну получить, сказать, посмотреть, если провести депутаты еще лучше, но сложно, потому что закон гласит о том, что для этого надо собрать 18 тысяч подписей, это много, 18 тысяч надо собрать меньше, чем за месяц, да еще надо реально заверить сборщиков, да еще как придирается, да еще чего-то, вот стоит вопрос, попробуем или не попробуем, вот Ленинградский комитет, значит, собирался, он решил, значит, вместе обратиться к Рудфронту, говорит, давайте обратимся ко всем и в Рудфронте, и вообще проведем разговор, давайте попробуем, только попробуем не дожидаясь, когда там это выборы объявят и прочее, там мы в этих условиях черта зла что сделаем, давайте сейчас начнем обращаться к своим организациям, союзникам, людям и собирать тех людей, которые потенциально нас поддержат, то есть собирать базу данных, тех людей, которые, когда пробьет колокол громкого боя, объявят тревогу, которых мы можем высвистать, найти, зайти, по телефону лично подписывай, вот запустили такую машину, значит, предлагают посмотреть, собирать подписи тех, кто потенциально, значит, готов поддержать, чтобы Рудфронт, блок класса участвовал в выборах, там, где речь идет об организациях, вот Степан Сергеевич, рядом с профсоюзом встретился уже, есть те профсоюзы, которые думают, а есть те, которые уже взялись, взяли на себя, предположим, он говорит, мы много не можем, а тысячу мы соберем, но мы своего кандидата подготовим, выдвинем, как чугу, поэтому вот с этим делом мы обращаемся еще раз и к организациям, и к персонально, каждому товарищу, кто вот эту задачу понимает и считает, что надо бы здесь не уступать дорогу, а вступить в схватку, пожалуйста, и кандидатов надо готовить, и сбор подписей, чтобы для этого включиться, чтобы было. Пусти по рядам, кто хочет, посмотрит, как это выглядит и возьмет. Должен сказать, что эту задачу вот сохранения ортодоксальной составляющей и желание бороться, оно не новое и уже выдвигалось и многие понимают ее. Причем приведу опять интересный пример, потому что на примерах иногда более, ну как бы сказать, более чувствуется сама ситуация, сам настрой. Вот в 99-м году, когда были выборы, когда мы шли блоком коммунистов за СССР и собрали 200 тысяч подписей, зарегистрированы были, до того, как были объявлены выборы, мы сидели в Думе, я, Бабурин и Илюхин и пробовали договориться, чтобы создать блок коммунисты и патриоты России. И вот Бабурин говорит, мы вроде согласны, а Илюхин говорит, я не могу, потому что все мои структуры движения в поддержку армии, ДПА, они жижнятся на КПРФ. И если я возьму название коммунисты, меня сочнут за провокатора и все это дело значит и ДПА развалится и прочее. На что Бабурин отвечал, Виктор Ивач, или Ильичин, как забыл уже. Странно, говорит, вот я не коммунист, но я согласен на это название, потому что я отлично понимаю, отдадим наводку Бзюганова и коммунистическая теория для России закончится, потому что такую они политику ведут. А я ведь понимаю, что коммунистическая составляющая, теория, это общечеловеческое достояние, это достижение человеческой мысли. Вот в такой ситуации мы находимся и сегодня, поэтому заканчивая, я хочу сказать, что впереди предстоит борьба и в теоретическом плане, и в экономическом плане, и в политическом, так сказать, на выборном и прочее, прочее. Борьбы, где заранее известны все исходы не бывают, это только избиение, так сказать, а не борьба, а что-то. Чего мы там добьемся в этой борьбе зависит от того, как будем бороться, поэтому успехов всем нам в этой борьбе на всем разрешите закончить. Переходим по полосу. Да. Пожалуйста, какие вопросы ты прокачиваешь. Виктор Альфович, можно улыбить? Можно. Вот я хорошо помню, у вас была компания в законодательное собрание. Нет, поймите меня правильно, я считаю, что должны идти, не должны уступать, я просто о реальной ситуации. Вот была компания, когда вы видели Горькова Терентьева, провели депутаты законодательного собрания. Да. Да. Вот продержалась там пятерка коммунистов один срок. Я хорошо обеих веществ, что за то время, пока Юрий Григорьевич находился в законодательном собрании, нам было вауцем на Горитте, ничего не надо сказать. Но все-таки в принципе мы потом вынуждены были ждать эти позиции и не лучше нам направить силы на то, чтобы как-то другим способом править вауцем. так, отвечаю, значит, что лучше, и поэтому мы еще раз повторяем, это не основной путь, основной путь, лучше, развивать экономическую борьбу, лучше, чтобы были забастовки, стачки, лучше, чтобы они носили массовый характер, охватывали весь город, а то еще и на пол России, но еще лучше, если вот те, которые эту борьбу поднимут до такой степени охватят, еще включатся в политическую борьбу, еще выдвинут своих, так сказать, кандидатов и скажут, что мы их посылаем туда, чтобы они изнутри вели соответствующую работу, и когда настанет момент, сказали вы, все, ребята, караул устал, освобождайте места. Ленин в своей работе «Детская болезнь ливизны» писал, вы сегодня можете их разогнать, эти буржуазные парламенты? Нет. А раз нет, туда постарайтесь войти и там работать так, чтобы потом их разогнать к чертовой матери. Так, у вас. Значит, вопрос по трем пунктам. Первое, значит, о необходимости борьбы с религиозным дурманом и церковным мракобесием и более активное разоблачение мерзости религии, поскольку религия, как и телевидение, является сейчас весьма опасными врагами для трудящихся. Второе, это более активная работа с молодежью и, соответственно, большее распространение газеты «Ленинские искры», что было бы весьма желательно. И третье, это борьба с таким явлением, как обывательщина, то есть обывательщина, это буржуазное явление, равнодушие большей части населения к собственной участи. Вот по этим трём пунктам хотелось бы услышать. поэтому каждый может записать, я перезвоню. Значит, с точки зрения вы очень верно подметили задачи борьбы с наступлением религии ознаваемого мракобесия. Значит, я отношу это дело к нашей области теоретической борьбы. Значит, при этом, значит, я думаю, что нужно основное внимание обратить на то, что мы должны не с религией как таковой бороться, и даже, может быть, не с засилием каких-то сект, как пробуют преподнести те же просвещенные круги. Мы должны бороться за научное мировоззрение. Вот чего, да, прежде всего. А дальше показывать, что, по большому учету, значит, что секты, что РПЦ, что уважаемый нами ислам, и прочее, прочее, это все в любом случае есть путь к духовному и умственному закабалению народа. Сегодня религия это даже не столько мировоззренческую функцию выполняет, она выполняет функцию метода управления людьми на этих делах. при религии так прокомментирую, а по остальным делам присоединяюсь. С молодежью надо, было время с обывательщиной, тем более с пенсионерами, с военными, с ветеранами. ữa, не хорьков, на этих антиферене, кухон, с украху, на этих сахарах, с украхе, на этих с на этих подшипов, Продолжение следует...